Здарова, народ! Ну что, сегодня с вами будем смотреть новый премиум танк 9 уровня. Интересные вещи у нас в игре происходят. В общем, СТРВК. Давайте просто очень классный бой глянем с вами, сделаем кое-какие выводы по этому премиум танку. Ну и действительно, обещаю, бой реально красивый, особенно я уже его просматривал так перед записью. Один момент сражения настолько крутой, что его можно вырезать и из него делать ролик с эпичными моментами какой-нибудь. Ну вот, как короткие видео иногда выходят у меня на канале, наверное, тоже знаете, может смотрите. Ну, в общем, очень крутой момент будет. В общем, все внимание на экран. Итак, только начался бой, я не понимаю, как посливались эти колесники меньше, чем за минуту боя. Причем они как будто вот перед боем позвонили друг другу и договорились. Алло, братень, давай вместе сольемся, чтобы пацанам игру не портить своим засветом неожиданным. Поэтому у нас минус 90 и у них линкс 6х6 отлетают в ангар. Есть еще светляки. Пока что по одному осталось за каждую команду, но надолго ли это не знаю. Но это уже такие более солидные светляки. Ну, солидные, потому что хотя бы не слились в начале боя. Ладно, приехал наш герой на фланг 1-2. Посмотрите, какая здесь команда вражеских тяжей. Вот они выглядывают из-за холмика. Все хотят кому-нибудь присунуть. Опа, ТС-5, ты что? Бессмертный что ли? Ляша творит. Нет, ТС-5 вообще молодец. С Вовочкой. ТС-5 с ником Вовочка. По-любому ему там лет 9, а то и 7, а то и 5. Не знаю, ну что делал ТС-5. Поднял пуху вперед. Выехал, чисто отдался. Вообще мне непонятно. Вот такие игроки иногда просто удивляют. Так, ну здесь получает, как мы видим, кто там, ИС-6 черный люлей в НЛДСВ вот так выкатывать. Не, братаны, у вас позиции совсем невыгодные. Там вы свои НЛДшины подставляете под прострел прям как надо. Не, вот, конечно, неправильно выбрали позицию тяжи. Вот потому что такие тяжи без углов вертикальной наводки, как вот 257, ну, со слабыми углами, тот же ИС-6, им очень сложно играть вот от рельефа. Поэтому здесь, ну, не их позиция. Скорее, им бы было удобнее вот там где 703 играть. Но когда они вот тут занимают места, ну, это не всегда правильно, мне кажется. Потому что, ну, вы видите, они выкатываются и подставляют реально слабые зоны. То есть тот же ИС-6 уже люлей на получал 257, в итоге упоролся. Я не знаю, чем он мотивирован делать такой упор. Но в итоге, как мы видим, очень много хп потерял. Не, может он там и удержит позицию, но все равно стоило ли оно того. Не знаю, хотя, видимо, стоило. Но потому что наши союзники тоже дичь творят. Это мы как-то анализируем, смотрим с вами на врагов. Ну, не замечаем, что он поехал. Сейчас слился вот этот товарищ на ТНХ своем ТВЗ-51. Просто поехал, отдался. Непонятно тоже, с какой целью. Ну, видно, ну, мы проиграли уже, в принципе, вот эту низину, да? Ну, ответь ты назад, как человек. Просто поиграй, помоги команде, нанеси домок. Нет, поехал, слился. Гений, е-мое, гений. Так, ИС-6 не успокаивается, походу. Ну, кстати, вот тут уже получше у него позиция. Видите, от башни выезжает. Бориска начинает давить. Ничего не храброй воды попили, а? Просто. Ох, как упарываются-то, елки-палки, народ. Надо свои батоны хавать, иначе нам так напихают. Ребята, тут пиво не наливают. Че вы сюда так прете? Борисыч уже в союзнике отлетают один за одним. Там какой-то чудотворный 50-тп прототип, потому что единственный, кто из первой линии боя уцелел. Мы-то чуть подальше находимся. Но так их здесь, я не знаю, как тараканов в студенческом общежитии. Этих врагов со всех сторон вылазят. Ну, конечно, много таких шотных. Вот сейчас Бориску мы успокоим, наконец-то. Вылечим его от этого стадного инстинкта. И надо откатываться назад, ребят, потому что сейчас будут походу поджимать еще сильнее. 2.57 начинает на нас давить. Другие танки пошли обходить сзади. Это на чем-то говорит. Надо следить за этим, потому что сейчас объедут, зайдут к нам в неприятные места. Да, сами понимаете, что будет. А вот и 703-й выезжает на нас. Ох, сколько у него хп. Ля, как сохранился. Вечная молодость 703-го. И выкатывает еще один чар-футур. И вот он, момент, ребята, о котором я говорил вначале. Посмотрите, какая упорочка пошла. Трое на одного чисто вкатывают, пацаны. Минус из 6. Тут же используем его как укрытие. 16 хп у нашего героя остается. 2.57 поехал давить дальше. Там наша команда расселась по полочкам. Я не знаю, как какие-то чайки ждут, кто им подбросит корма. Наш герой единственный тут в центре карты бодается. И удается ему не отлететь в ангар после такого налета. Чисто аплодисменты и пальцы вверх сейчас. Народ, прожимаем. Ребят, пошла финальная часть боя. Поэтому быстро вам напомню, что спонсор этого видео, ребята, с очень классного сайта Водхаб. Где прямо сейчас есть два эксклюзивных контейнера. С танком Т-103 и с танком Раум Панзер. Ого, вот с таким сложным танком в плане названия. В общем, стоят они всего по 55 рубчиков. Обалденные контейнеры. Советую каждому попробовать. К тому же, если вы введете на Водхаб вот этот промокод, который сейчас на экране, запишите. Жмете кнопку пополнить и вводите при пополнении именно этот промокод. Он дает гарантированный подарок, бонус к пополненной сумме. Реально. От сотки пополняете. То есть можете вот на два контейнера закинуть Т-103 и Раум Панзер. И ввести этот промокод. И вам еще бонусом начислят подарок на баланс сайта. Так что вся инфа в закрепленном комментарии. Там ссылка и промокод. Ищите там самый верхний коммент. Ну или с экрана перепишите промокод. Используйте только его. Он реально самый везучий. Ну а мы смотрим дальше. И народ, не забывайте, что в этом видео также розыгрыш голды проходит. До 10 тысяч золота можно выиграть. Лайк, подписка, колокольчик. Позитивный комментарий с игровым ником и Дедконтакта. Очень простые условия. Я быстро говорю, потому что хочу успеть бой короткий. Хочу кое-какие выводы успеть. В общем, что я могу сказать. Танк совсем недавно появился. И сейчас особо вот таких прям точных каких-то мнений по нему сказать крайне сложно. Могу сказать так, что им бой прям супер сильный. Его не назовешь. Совсем плохим тоже нет. Но будем следить, следить дальше. Будем смотреть, какие бои на нем будут выходить. Пока вот один из лучших боев, какой я нашел. Вот такой. Очень красивый момент. Но по результатам, так скажем, ну средненько. Около 5 тысячи родных. Сейчас, конечно, глянем. Полные результаты. Неплохой. Неплохие результаты, так сказать. Неплохие результаты, но не прям вот то вау. Ну момент красивый. Вот такой новый танк. Пишите ваше мнение в комментариях. Если наберем много лайков под видео, будем дальше раскрывать его получше. Уже в более длинных боях. Так что смотрите. Ребят, ну давайте по итогам. Стальная стена, спартанец, мастер. Ну мастер взял уже, я считаю, отлично. На первом месте, понятно, в своей команде по урону. А тут объект 704 сыграл даже получше. Но момент, когда на него трое выехали, я думаю, он стоит того, чтобы смотреть этот бой. Ну и вообще, в целом, динамичненький бой. Приятный такой для просмотра. Вверху справа прошлый ролик. Кто не видел, зайдите, гляньте. Подписываться не забывайте. Увидимся с вами в новых видео, которые очень скоро выйдут на канале. Пока, народ.